Церковь доброго дня. Я очень благодарю Бога, что наставление финансовой грамотности мы получили от верующего человека. Олег Григорьевич, спасибо вам большое, что вы нам эту информацию в свое время дали. Благодарю, что наша церковь интернациональная. Здесь есть украинцы, казахи, молдаване. Россияне и белорусы. Аллилуйя, болгары само собой. Спасибо вам большое. Я очень волнуюсь по этому немножко. Я тоже белорусская. И я хочу сегодня сказать о том, что мне Бог говорит на протяжении этого непростого времени для моей страны. Потому что я за Божью истину. Я не хочу, чтобы ложь Божий народ окутывала. И буквально минута молчания за тех, кого уже сегодня нет. Многие из вас знают, меня зовут Ольга Жданович, мне 32 года, что у нас двое детей с Александром. Мы переехали уже 6 лет назад. С Беларусь, в Болгарию. Потому что мечтали жить у моря. Мы мечтали жить в хорошей экологии. Ну, вот просто мы такие мечтатели. Работаем мы через интернет. Поэтому все это реально. И никогда я никуда не влазила, ничем не интересовалась, что происходит там. Какая политическая обстановка, что, как. Короче говоря, нас это не касалось. Но благодаря тому, что мы пришли к Господу, Господь не оставляет нас равнодушными. И на прошлой неделе мы были в горах. Мы планировали это путешествие. Не знали, когда поехать лучше. Но вот решили поехать в прошлые выходные. И уже в пятницу, собравшись, сев в дорогу, Александр, мой супруг, буквально за пару дней говорит, Оля, а мы же будем на Рильских озерах, о которых мы еще как-нибудь расскажем. Очень много откровений получили. И мы там будем недалеко от Софии. А у нас же выборы в прошлое воскресенье было. Говорит, давай возьмем паспорта и заедем. Ну и мы такие воодушевленные. Так здорово, Бог все усмотрел. Мы в горы съездим и будем недалеко, заедем. И я даже не знала, за кого нужно голосовать. Просто сказала друзьям. Меня спросили, а за кого голосовать будете? Я говорю, не знаю. А за кого, типа, что там происходит? И он говорит, а ты не знаешь пророчество, которое было? И вот год назад мне брат Александр Нашарич сбросил, вот именно пока мы ехали в дороге, сбросил маленькое пророчество, которое год назад было высвобождено даже не в Беларуси, где-то в России или в Украине. Я хочу, чтобы вы это пророчество тоже послушали. Я дальше продолжу. Можно включить этот ролик буквально на 3 минуты. Еще раз повторю, это было, не знаю даже в какой стране, либо в России, либо в Украине. И звук, пожалуйста, включите. У нас нет звука. Сейчас подправить немножко. Дело в том, что это было год назад, это вообще не Беларусь, но вот проповедник стал говорить о том, что у него с утра... Да, что ж такое? Что нужно подкрутить? Во имя Иисуса включаем звук. Разрушаем атаки сатаны. Это очень работает. Давайте еще раз попробуем запустить. Если нет, тогда я просто озвучу. А, давайте. Точно, крутая идея. Спасибо большое. Давайте попробуем включить. И я с телефона попробую запустить видео. Я сегодня проснулся в молитве, молясь за Беларусью. И поскольку Беларусь находилась под таким сильным давлением, Бог говорит, что Он будет двигаться там просто необычным, необычайным образом. Ибо Он говорит, что Я Господь Беларусь. 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 Бог говорит, Беларусь. Я Господь Беларусь. И я буду двигаться в большой силе. Я подниму Ваших дочерей и сыновей, чтобы принести великое пробуждение. Мой народ. Беларусь. Беларусь. Я не знаю, когда у Вас будут выборы там. Но в 2020, 2020, будет смена в правительстве. Будет перемена, будет переход в правительстве. Я помазал своего царя на своей святой горе, в горе славы. И я буду двигаться в Беларусь. В великой силе. И не бойтесь. Не бойтесь. Не бойтесь. Я пророчествую прямо сейчас. Я пророчествую прямо сейчас. Я пророчествую здесь, сегодня, сегодня, сейчас, сейчас, 2020, будет переменен в правительство. Будет слава для правительства. The Lord says, I have selected my Cyrus. And Belarus will be filled with my glory. For it has been oppressed. It has been depressed. It has been oppressed. But I am coming to bring swift justice to Belarus. Belarus. And it will be free in 2020. In 2020, Belarus will be liberated. Belarus will be liberated. So, Lord, we thank you for Belarus. I know nothing about Belarus. I don't know, I know nothing. I'm not a Google prophet. I know nothing about Belarus. I know nothing about Belarus. But in 2020, listen to me, I'm prophesying a national prophecy. But in 2020, Belarus will be liberated. Belarus will be liberated. The angel is here tonight. The angel is here tonight. The angel is here tonight. God is looking for a man and a woman, who will say that on earth, what is on earth, what is on earth. The angel is here today. And we just started to get rid of puzzles. It's a short version. провела на карантине в беларуси и я окнулась в эту атмосферу через своих близких я поняла насколько действительно накаленная обстановка и уже приехав домой 22 июня мы тоже молились моим молитвенным партнером получили откровение и забыли но когда я услышала это откровение у меня начали складываться пазлы и мы начали молиться но пока мы ехали в тирильские озера там пять или шесть часов мы с александром молились дети вместе с нами молились это был просто знаете какой-то машина сумасшедших орут там песни ставят мы такие были счастливы бог нам сказал просто за кого нужно голос свой отдать я немножко там посмотрела информацию что это за человек что они там сделали ну это уже отдельная но короче говоря сначала было духовное потом мы еще увидели какие-то факты да то что действительно бог это делает и после того как там мы приехали в номер нам нужно лечь и отдохнуть мы завтра в горы пойдем нет меня бог поднимает там около пяти утра и начинает моли мы начинаем молиться и молитва такая что совершенная любовь изгоняет всякий страх что приходит действительно люди перестают бояться мы идем в горы и тоже уставшие 17 километров накрутили вымокли все у нас там было онклюзив ветер солнце дождь град и снег вот мы вот в 17 километров с детьми 6 часов короче по этим горам ползали что вы думаете бог меня после этих гор на следующий день просто пробуждает хотя я выпала с режима мне бы поспать молитву господь отдает молиться за страх господин за то чтобы были подсчитаны правильно голоса и бог проявлял свои чудеса действительно были люди которые наперекор властям они делали свою работу честно и уже на третий день когда уже прошли выборы бог дал еще одно откровение молиться за любовь отца бог просто показал в каком состоянии находятся те люди которые заваривают эту кашу что это такая сложные такие судьбы выросшие без отцов с такими обидами с такими искаженными сердцами что просто любовью божьей нужно все это дело покрывать и вы знаете мне очень конечно расстраивает то что враг он разделяет славян но украинцы беларуси россияне я не знаю почему так происходит но мы не должны верить в ложь бог сказал что он дал нам человека до первые строки были что бог помазал царя и я сейчас хочу вам зачитать то пророчество который бог для меня открыл 22 июня и я хочу чтобы вы просто это знали и мы высвободим это пророчество если вы согласны и помолимся чтобы ну как короче моя задача просто вам сказать что господь нам говорит да если церковь поддержит мы помолимся потому что мы видим сплошные подтверждения и но у нас реально не отпускает мы молимся каждый день и утром и вечером и был такой даже момент когда прошла произошли самые страшные события мало того что очень многих людей там шесть с половиной тысяч человек посадили в тюрьму взяли из них 80 человек пропали без вести то есть что с ними никто не знает более 30 человек погибли либо в больницах либо прям там и очень много людей очень жестко пострадали даже которые даже дети вот попали просто под руку бабушки дедушки короче говоря это жесткое насилие и когда я в понедельник утром проснулась я тоже ждала что бог меня поднимет на молитву тут я проснулась у меня мысль я горжусь своим народом вот они после выборов да они не заткнулись не замолкли не смирились вот этой неправдой они показали свой выбор да что этот выбор был сделан и где их голоса скажем так у меня была гордость во вторник я ничего ничего не никакого не было побуждения мы только молились а в среду вот дорогие мои братья и сестры я проснулась от мысли что моя страна изнасилована я думала что это знаете вот какой-то ли григорьчик говорил но это как бы поверхностно это как бы буквально не буквально и мне бог тут же начал меня ободрять что джойс майер многие и знают она в детстве тоже пережила насилие физическое от родного отца и вот она недавно выступала если бы уже 70 с чем-то лет и она говорит о том что не тему проповедовала и пусть боль не будет напрасной то есть то что она пережила она ведь я сегодня имею огромную силу проповедовать его мои слова они касаются самое сердце потому что я это перенесла на себе я знаю что такое прощать я знаю что такое обиды и вот у меня пришло понимание что вот вот беларусь она станет той страной такая скромненькая такая знаете вот ну вот что можно сказать плохого вот в беларуси ну то что мы картошку любим ну это максимальные шутки да в сторону нашей нации но то что мы переживаем сейчас что бог не говорит это будет история силы это будет история которая будет давать веру в то что даже такая страна она может противостать этому злу несмотря на то насилие которое она пережила и я сейчас хочу просто читать то пророчество которое еще раз говорю 22 июня было высвободено и вот сейчас мы видим исполнение здесь знаете здесь есть все этот ангел о котором говорил вот этот пророк и одежды белые которые являются сейчас символика этого несогласия до борьбу за свободой и и так же обращение к церкви и вот именно из-за этого обращения я хочу чтобы вы знали я иду огнем я верю что это сказал нам бог я иду дух исцеляющий я чищу все что не мое все что не от меня я господь я царь царей всякое колено склонится предо мною кто раскается того я приму и очищу плачет горько плачет и ищет убежище боится за руки свои в крови я пошлю ангела сильного воина который снимет цепи и вызволит узников как было с петром церковь молилась церковь не должна быть равнодушной церковь слушай мой голос вставай в пролом за божьих детей воюй духовно словом бога богом словом провозглашай освобождение народа божьего от рабство сатаны от духа контроля от вражеской нечистой силы я переодену свой народ в чистые одежды в белые я принесу радость я принесу свежесть я принесу мудрость в управлении делами я поставлю своих людей водимым духом божьим не суди церковь принимай души спасаем учеников благословляй открывай двери выходи на улице и благовествуй много гибнет душ потому что никто не молится плачет иисус молодежь активные люди ценность моя мои воины несущие свободу и освобождение господа узрят выйди невеста моя навстречу спасай души не бойся не сиди в укрытии бог который в тебе больше того кто в мире горят флаги врага меняется устройство на божье нечистивые погибнут праведники будут посажены как дерево у потоков вот и лист которого не вянет и принесут плод свой свое время и все что не задумают успеют господь укрепит пленных своих по молитвам церкви своей купленные церкви не устоят господь все видит словом бога слово божье должно быть живым на всяком месте истина одна не устоит церковь где нет животворящего слова духа божьего молитесь за излияние духа святого на служителей чтобы служителя были в духе истины молитесь на языках молитвами тайнами приносите богу плоды совершенная любовь изгоняет всякий страх и сегодня я вот если вы со мной согласны давайте помолимся за мир чтобы действительно божье слово вы вызволенное чтобы она была да и аминь и я понимаю как ни одна сказала сестра даже рождение ребенка проходит в крови не бывает такого и мы смиряемся перед господом и знаем что пусть это боль она действительно станет для других примером кто со мной согласен станьте пожалуйста в молитве аллилуйя господь мы просто верим господь твоему слову ты обещаешь ты бог верный и мы господь стоим на твоем слове что врата ада не одолеют церковь божью что сейчас вся белорусская господь стоит на коленях мы провожглашаем что вся беларусь она смиряется под твою року божью и противостанет всякому злу всякому духу контроля всякому духу пазл под небе злобы во имя иисуса христа мы воюем не против плоти и крови мы воюем просто злобы во имя иисуса твое господь ты сказал что одним путем выступят а семью побегут от нас ты сказал что ты помазал своего царя и мы провозглашаем что наш господь наш царь это иисус христос который ведет в управление своего человека во имя иисуса христа что всякий переворот господь всякое изменение всякие перемены они во благо во имя иисуса христа мы также просим тебя исцели тех которые попали господь не в том месте не в то время во имя иисуса христа восстанавливая их ткани давай им новые органы господь пусть никакая не будет месть и злоба вызываться через это насилие мы запрещаем этому насилию именно иисуса христа мы связываем всякое зло на всяком месте и провозглашаем божью любовь божья любовь изливается в каждое сердце господь ты принимаешь смирение ты вызываешь покаяние во имя твое господь спасибо тебе за церковь твою божью который никто и ничто господь не может свергнуть твоего божьего слова да будут эти белые одежды одета на каждого христианина господь на каждого верующего на каждого белоруса господь ты оденешь свою белую одежду во имя иисуса христа и ты выведешь из этого зла мы благословляем беларусь на процветание господь на правильное управление на божий господь водительство спасибо тебе сус за свободу спасибо что мы братья славяне мы неравнодушны и мы разрушаем всякую ложь во имя иисуса христа и благословляем на божью истину в сердце и каждого из нас слава тебе во имя иисуса христа аминь спасибо вам драгоценный аллилуйя господь вообще это чудесно что господь нам дает такие классные инструменты это ли григорьевич говорил что злата тебе хорошо когда ли григорьевич говорил о том что